Всем привет! Сегодня воскресенье, 18 декабря. Сегодня достаточно интересный солнечный день. Не частый, но в принципе бывают иногда у нас солнечные дни в декабре. И сегодня я иду на встречу с подписчиками, с Натальей. Мы договорились, что встретимся на острове Канта. Там вот, собственно, попробуем и поснимать, все вам показать. Хотя, конечно, остров Канта мы вам уже показывали, но не показывали его зимой. Какая там атмосфера сейчас находится. Но, тем не менее, посмотрите. Обильного снегопада в Калининграде. Конечно, проблема большая в том, что очень многие дорожки не почищены. Там, где они были почищены, они уже успели опять засыпаться снегом, образоваться налет, гололед. В этот снегопад у нас службы работали так себе. Ну, я думаю, что основной расчет служб уборочных всех коммунальных был на то, что в скором времени потеплеет и само все растает. Будем надеяться, что оконой будет, потому что, ну, как бы ходить вдоль дворов совсем-совсем некомфортно. Особенно в некоторых местах. Ну, вот здесь, допустим, ничего не почищено. Здесь гололед, но посыпано. Единственное, что делают в большом количестве, это сыпят. Сейчас мы выйдем на набережную в Приголе. Там променад такой хороший, идущий вплоть до острова Канта. Ее я тоже вам покажу, мы ее еще вам не показывали. Ну, как видите, солнце ярко. Сегодня на небе не облачко. Хорошая, очень веселая погода. И вот мы подходим на набережную. Тут вроде что-то пытались чистить, что-то пытались скрепсти. Ой, а что? У них есть местный магазин с парами. Ну, стандартный абсолютно. Не лучше, не хуже других. Там вдалеке виднеется шпиль кафедрального собора, к которому мы, собственно, и идем. Вот в этом районе, я примерно смотрел, квартиры стоят. Ну, если от ножки, то сейчас им цена где-то в районе 4,800. Ну, а там дальше уже, как торгуетесь. Ну, в этом районе начинаются. Это если более-менее нормальные. Если там, допустим, нюансы, то может быть дешевле. Хотя здесь все-таки стараются ставить по дороже цену, потому что и за счет вот именно близости к центру выбрана и выходу на промену. Вы посмотрите только на эту красоту. Лебеди. Значит, здесь немножечко не замерзло такое озерцо. И вот они тут чистят свои перышки. Вышли на лед. Чистят. Ну, кстати говоря, тут, наверное, что-то подогревается, что ли. Почему-то он замерзл, вот эта часть, вот этот участок. Ну, они иногда отдыхают. А вот тут серый лебедь. Немножко купается. В основном они сейчас все в Балтийске обитают. Ну, и вот прилетают сюда. Сегодня потеплее, солнечно, поэтому они. У них такой тоже прогулочный день. Какая красота. Грациозная птица. Здесь эстакадный мост. Променад проходит под ним. Вдали от автомагистралей. С одной стороны, в этом плане по нему приятно ходить, потому что никто тебе поднос не газует, не шумит. Все разделены по своим территориям. Вот эти вот две-этажки, ближе к острову Канту, немножко восстанавливали, подкрасили. Ну, они смотрятся чуть-чуть получше, чем, допустим, на этой стороне. Галина сегодня не смогла подойти с нами. Хотя очень хотела, но не смогла. Немножко приболела. Ее заболела нога, и она не смогла ходить. Поэтому осталась дома. Так что, передавайте горе и привет. Пусть выздоравливает быстрее. Сегодня где-то плюс три обещают. Ой, минус три обещают. Минус. Но на следующей неделе уже обещают плюсовую температуру. И вот тогда, я надеюсь, основная масса снега будет ртать. Ну, прямо по курсу у нас кафедральный собор. Весь такой сказочный в снегу. Это рядом с ним синагога находится. А вот эти дома, они, ну, я не знаю, уже много мегалет заколочены. Так не может администрация договориться с жителями остальными, чтобы что-то с этим домом делать. Ну, это, конечно, кошмар. Часть квартир пустуют, за них платит администрация. Останется часть заселенная. Ну, то есть этим людям жилье свое не продать. Не знаю, кто захочет здесь купить в такой ситуации. Вряд ли это вообще даже можно делать. И вот так живут. Ну, я считаю, что в данной ситуации лучше бы контакт с администрацией найти. Чего же в таком? Здесь тоже вот немножко не замерзла река. И собралась куча-куча уток. Которые вот так вот переживают этот период. Оттуда мы пришли. Это многострадальный дом советов. Который, по моему мнению, нужно все-таки выбирать и строить. То, что было до него. Ну, или хотя бы вид замка сделать. Чтоб была доминанта в городе. Ну, вот. Вот такая доминанта, как у меня в кафедральном соборе. Ну, и вот мы уже пришли к кафедральному собору на остров Канте. Здесь много туристов. Люди их ходят, смотрят. Несмотря на декабрь. И снежную погоду. По этой стороне он знаменитая рыбная деревня. В снегу. Все приготовления к новой воде берут. Ну, пойдемте посмотрим. Пока у нас еще время есть. До встречи. Там чуть дальше ярмарка. Что-то продают. Хотя большинство пустует. Как и на пивоварне по Нарте тоже ничего не продавали. Ну, посмотрим. Может быть, кто-то и открыт. Вот такой засыпанный снегом Калининград. Все-таки, по правде говоря, когда дело идет к Рождеству, к Новому году, без снега ощущения, конечно, не те. Если снега нет, мы вот как-то привыкли к тому, что вот Новый год должен быть со снегом. Ну, все, конечно, связано с детством. С детством мы и образами разных сказок, каких-то фильмов про Рождество и Новый год. И, естественно, все это вместе создает определенную атмосферу и понимание, что снег нужен на Новый год. Не знаю, как в этом году, будет ли он у нас на Новый год или нет, но сейчас я его вполне недостаточно. Там елочка уже украшена. Нет, ярмарка абсолютно пустая. Ну, я думаю, ждут, когда потеплее станет. Хотя уже сегодня рука не так мерзнет, как в прошлый раз. Там Дед Мороз и снегулочкой уже встречают людей. Так, ну вот, я наконец встретился с нашими подписчиками. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте. Значит, Наталья, вы из Эстонии, правильно? Ну, расскажите, вот вы приехали в Калининград посмотреть, просто как с точки зрения как туризма, или вы планируете переехать сюда, или что? Есть мысли о переезде, да? Есть мысли о переезде, да? Мы идем в Калининград, допустим, чтобы туда уже. Ну, честно говоря, вот, я не знаю, если у вас даже есть мысли по переезде, мое мнение, что это очень хорошее место. Я, в всяком случае, Калининград люблю. Я сам сюда переехал два с половиной года назад и не пожалел. Так, ну, пойдемте посидим в каком-нибудь кафе, пообщаемся уже более так без глаз камер. Мы с Натальей и Дмитрием приехали в Амалианау. Сейчас идем по улице Коммунальная. Вот, решили посмотреть город более подробненько. И я считаю, что, ну, для знакомства с городом лучше всего показать его одну из красивых, таких мест, это вот именно Амалианау. Поэтому постараемся посмотреть сейчас эти улицы и потом сходим на поплавок. Ну, а там, как бы, уже, я думаю, я закончу видео и с вами попрощаюсь. Приближаемся к поплавку. И вот здесь встречаем такого интересного снеговика. Но немножко уже устал, уже накренился назад. Как видите, все нижние этажи магазинов и кафешек уже провели работу по украшению к Новому году, к Рождеству. А снег добавляет атмосферу праздника в целом. Поплавок, конечно, замерз полностью и превратился в каток. Люди тут, дети на коньках сейчас развлекаются. Ну, так. Друзья, ну, на этом я видео завершу. Сегодня оно такое просто, как было, может быть, информативное. Но сегодня задача была немножко другая. Я сегодня встречался с подписчиками, с Натальей и Дмитрием. Всем передаю привет. Всех с наступающим Новым годом, если вдруг видео более не будет. Хотя постараемся что-то такое выложить. И всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok